Всем привет дорогие друзья, с вами Глеб Задоя и это новостной выпуск и сегодня мы обсуждаем следующие новости. Центробанк выступил за введение отрицательных ставок по вкладам в долларах и евро для юридических лиц. В Госдуме оценили российские потери из-за европейского эмбарго на нефть. Газпром прекратил поставки в Нидерланды и Данию. Американский Freedom Holding решил уйти из России, а фонд от Финекса на российские облигации обнулился. Об этих и других новостях мы поговорим в сегодняшнем видео, поэтому обязательно досмотрите это видео до конца и поставьте лайк авансом. ЦБ выступил за введение отрицательных ставок по вкладам в долларах и евро, но правда для юридических лиц. Об этом заявила на пресс-конференции первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева. По мнению ЦБ отрицательные ставки помогут ускорить девалютизацию активов у российских юрлиц. Роль доллара и евро в России снизится в ближайшие годы, а влияние валют дружественных стран, таких как, например, юань, возрастет, считают Центробанки. Основной тенденцией российского валютного рынка в ближайшей перспективе будет снижение роли доллара и евро. Это будет происходить на фоне значительного сокращения экспортно-импортных отношений с западными партнерами. Тем временем в Госдуме оценили российские потери из-за европейского эмбарго на нефть. По мнению депутатов Единой России запрет негативно скажется не только на российской экономике, но и на экономике всего мира. Со временем Россия найдет новые рынки и с учетом дисбаланса и роста нефтяных цен, который произойдет из-за санкций ЕС, не сильно потеряет в доходах, считают чиновники. По их мнению появятся бреши из тех стран, которые вынуждены будут находить лазейки для сотрудничества с Россией и среди европейских стран останутся те, которые продолжат сотрудничество с нашей страной. Но действительно надо сказать, что эмбарго на нефть от него действительно пострадает не только Россия, от него пострадает и весь мир, и мировая экономика. И это может стать одной из причин, почему нефтяные цены могут улететь выше 150 долларов за баррель, что впоследствии, собственно, приведет к мировому экономическому кризису. Об этом мы с вами уже как-то говорили. Несмотря на отключение от SWIFT, Сбербанк продолжит работу в штатном режиме. По итогам первого дня саммита Европейского Союза был одобрен пакет санкций, включающий отключение Сбербанка от системы SWIFT. Однако в Сбербанке заявили, что отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах. И внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме. Ну, в общем, по Сбербанку летит град ударов. Сначала были отменены дивиденды по Сбербанку, теперь Сбербанк отключается от SWIFT. Но в целом это все-таки достаточно ожидаемые события. И возможно, что, собственно, котировки Сбера упадут до таких уровней, на которых действительно его будет привлекательно взять с расчетом на дивиденды в будущем году. Потому как, как мне кажется, сейчас все больше Сбер будет переключаться на российский рынок. И, соответственно, доля его в российском банковском секторе крайне высока. Доходы будут сохраняться, а по мере восстановления экономики от тех шоков, которые мы испытали текущей весной. Собственно, в этом году Сбер имеет все-таки шанс на российском рынке неплохо заработать. И вполне вероятно, что в будущем году все-таки государство захочет получить дивиденды от крупнейшего банка страны. Но, как мы с вами ранее говорили, дивиденды в скором времени государство получит от другого крупнейшего дивидендоплательщика, от Газпрома. А вот у Газпрома все не так-то просто с точки зрения его доходов. Ведь вот Газпром буквально накануне прекратил поставки в Нидерланды и Данию из-за отказа платить в рублях. Согласно указу президента, с 1 апреля платежи должны осуществляться в рублях. Из недружественных стран за оплату за газ. Для компенсации выпадающих поставок Нидерландская газотранспортная компания экстренно строит в порту Эмсхаффене в провинции Гронинген терминал для приема сжиженного природного газа. В справке Газпромэкспорта сообщается, что в 2020 году поставки газа на рынок Нидерландов составлял около трети всего потребления. А на Данию, собственно, Газпром обеспечивал около двух третей от общего объема потребления газа. Также приостановка коснулась европейской компании Shell Energy, которая поставляет газ в Германию и Великобританию. Ну, собственно, вряд ли это все поможет Газпрому зарабатывать больше денег. Но, с другой стороны, это может привести к очередному росту цен на газ, что, в общем-то, может компенсировать выпадающие доходы крупнейшей газовой компании нашей замечательной страны. Еще одна прекрасная новость, уже касающаяся финансовых рынков. Согласно предписанию Банка России, брокеры с 1 июня отменили запрет на короткие продажи и покупку валюты с плечом на бирже. Ограничения по коротким позициям и сделки с плечом действовали с конца февраля. Ну, собственно, большого ажиотажа эта новость не вызвала. Каких-то особенных движений на российском фондовом рынке мы не увидели. Но то, что российский рынок потихонечку разблокируется, это, в общем-то, довольно позитивно. На фоне, по крайней мере, тех новостей, о которых мы поговорим, в том числе, в сегодняшнем видео и о которых мы говорили ранее. Вот я говорил, в частности, о том, как Центробанк выпустил предписание о том, чтобы заблокировать часть акций американских компаний, которые торгуются на Санкт-Петербургской бирже. Конечно, это плюсов для российского фондового рынка и для российских бирж не добавляет. То, что открыли возможность продавать, короткие продажи, да, и разрешили покупать валюту с плечом, это уже весьма-таки неплохо. Это, кстати, может ударить по российскому рублю. Ну, вот еще одна новость с фондовых рынков. Американский Freedom Holding решил уйти из России и вывести Freedom Finance за периметр холдинга. Российский актив выкупит основатель компании Тимур Туров. Туров, это бизнесмен, который проживает сейчас в Казахстане, ему 34 года, и в апреле он впервые вошел в список миллиардеров журнала Forbes. Это делается для того, чтобы российская компания могла продолжать самостоятельно вести бизнес в России, подчеркнул Турлов. На сегодня руководство не видит возможности сохранить российский бизнес внутри американского холдинга. Сказывается запрет на любые инвестиции в России для американских резидентов, а также из-за большого числа ограничений на сделки с недружественными нерезидентами. Ну, собственно, пока непонятно, как это скажется на клиентов Freedom Finance, которые довольно активно приходили в эту компанию в период расцвета и бума на рынке IPO в последние годы. Ну, собственно, не будем ждать каких-то дополнительных комментариев от компании. В целом, я как бы нахожу эту новость довольно такой нейтральной для нас с вами. 10 российских авиакомпаний будут платить за лизинг самолетов в рублях. Для этого были открыты в банках рублевые счета типа S для перечисления платежей лизинговым компаниям из недружных стран за самолеты, сообщают ведомости. Согласно указу президента, авиакомпании должны выплачивать лизинговые платежи по временному порядку исполнения обязательств. Для исполнения обязательств перед кредиторами из недружественных стран необходимо открыть специальный рублевый счет на имя иностранного кредитора и перечислять туда деньги по курсу ЦБ на день платежа. Ну и, друзья мои, главная новость, которая потрясла многих инвесторов, собственно, в среду. Фонд Финекс, конкретно FXRB, на российские облигации обнулился. Инвесторы потеряли все вложенные в него деньги. Финекс позиционировал фонд как инвестиции в наиболее надежные долговые обязательства крупнейших российских корпораций с повышенной рублевой доходностью за счет операций валютного хеджирования. Сюда входили такие еврооблигации, таких компаний как Газпром, РЖД, Сбербанк и других компаний. Конечно же, никто не ждал каких-то больших провалов по этим евробандам. Условно, есть на самом деле там несколько фондов у Финекса было. Есть у них такой фонд FXRU, он дает доходность в евро и, соответственно, стоимость паев фонда будет изменяться при каждом колебании обменных курсов. А вот задумка фонда FXRB была в том, что они содержали те же самые активы, но дополнительно с помощью деривативов они должны были устранять колебания обменных курсов. Потому что, собственно, благодаря этому получалось так, что доходность в рублях, она получалась более сглаженной, что ли, да, собственно, за счет вот этого валютного хеджа. И вот эта игра слов, которая не всегда понятна непрофессиональным инвесторам, да, что мы вроде бы как вкладываем в корпоративные облигации крупнейших компаний, да еще и вроде как делаем хедж, да, который воспринимается, да, это слово как страховка. Многие инвесторы воспринимали это как практически совершенно безрисковую инвестицию и, собственно, что по этому поводу написали сами финексовцы. Мы считаем необходимым уже сегодня проинформировать инвесторов о ситуации, сложившейся в фонде еврооблигаций с рублевым хеджем FXRB. Как и для других фондов с рублевым хеджем, стремительное обесценение рубля привело к значительным убыткам по хеджу в FXRB. В условиях, когда международный сегмент рынка российских корпоративных еврооблигаций на фоне санкций практически перестал существовать, инвестиционный менеджер, действуя в соответствии с регулированием и инвестиционным мандатом, был вынужден продать все еврооблигации, которые относились к данному классу акций, чтобы покрыть долг по контрактам валютного хеджирования. В результате в портфеле рублевого класса акций FXRB не осталось базовых активов. Друзья мои, в портфеле не осталось базовых активов. Все другие еврооблигации в портфеле фонда теперь относятся к валютному классу акций FXRB. По тем еврооблигациям, которые обслуживаются эмитентом, FXRB продолжает получать выплаты, несмотря на прекращение расчета СЧА. Собственно, на самом деле, давайте я попробую сейчас объяснить простым языком, что произошло. Потому что за вот этой игрой слов от Финекса не совсем можно понять, особенно неопытным инвесторам, да и опытным инвесторам далеко не всем, можно понять, что же здесь произошло. Дело в том, что наступила, когда была спецоперация наша, произошла на Украине, для фонда FXRB, который, казалось бы, опять же, был довольно интересным и относительно безрисковым инструментом, который инвестировал деньги в корпоративные облигации, еврооблигации крупнейших российских компаний, да еще и хеджировал это все валютными деривативами, казалось, что действительно такой очень интересный и безрисковый инструмент. Но, собственно, что случилось? Дело в том, что активы фонда, они торговались на зарубежных площадках. И когда случилась спецоперация, соответственно, вот эти вот активы, торгующиеся на зарубежных площадках, там покупатель на них не был от слова совсем, а вот желающих продать было немало, потому что, собственно, никто не хотел держать токсичные российские бумаги и не понимал, что с ним вообще, в принципе, будет. Поэтому, собственно, стоимость этих активов, она практически там свелась к нулю, и сам фонд финексовский был вынужден продавать эти еврооблигации еще больше, усугубляя падение вот этих вот активов. Собственно, по сути получилось, что там произошло практически обнуление этих основных активов, и вместе с этим еще совпала история с тем, что из-за резкого сначала укрепления курса иностранных валют и потом резкого укрепления рубля фонд еще и понес огромные убытки по хеджирующим позициям в российской валюте. И на самом деле в любой там относительно спокойной геополитической ситуации этих событий они не могли произойти. И даже если бы произошло какое-то только одно из этих событий, то есть, например, упали бы в цене еврооблигации, это было бы не страшно для фонда, относительно не страшно, потому что они захеджировались бы за счет покупки валюты. Если бы наоборот там скакнула валюта, они бы, соответственно, могли бы, собственно, не держали деньги в номинированных в иностранной валюте активах, и это было бы наоборот хорошо даже для фонда. А тут получилось так, что совпали одновременно два эти события, и именно это, собственно, и обнулило этот фонд. Собственно, говорят, что объем фонда составлял порядка 2,3 миллиарда рублей, а количество частных инвесторов, которые купили и те фонды в Финекс только в 2021 году, это около 1 миллиона человек. И, соответственно, я думаю, что немалая доля из этого миллиона покупали в том числе и Фиксер Би. И, соответственно, представляете себе сейчас объем потерь российских инвесторов, которые думали, что вкладывают в безрисковые активы, а по факту получилось, что вложили они самые настоящие мусорные инструменты, которые стали мусорными именно после того, как случилась вот эта замечательная спецоперация. Ну, как говорится, крипта это скам, да, форекс это развод, ну, а корпоративные еврооблигации крупнейших российских компаний, это надежно и в это нужно однозначно вкладывать. Я думаю, на самом деле, там шутки шутками, но это не последняя такая веселая история, с которой мы с вами можем столкнуться. И, на самом деле, это может довольно серьезно сказаться на самой компании Финекс, на, разумеется, доверие к этой компании и вообще на доверие к российскому финансовому рынку, который и так сейчас довольно серьезно подорвано. Ну, и, соответственно, это может за собой потянуть потом дальше по цепочке других контрагентов, у которых тоже могут случиться какие-то там дефолты, какие-то обнуления фондов, там, да, каких-нибудь там структурных продуктов и так далее и тому подобное. В общем, друзья мои, веселые, нас, я думаю, ждет еще впереди. Но все-таки давайте закончим на хороших новостях. Около 77% бизнесменов в России адаптировались к санкциям или надеются адаптироваться. Полностью или частично останавливают бизнес чуть меньше 12% бизнесменов в России. Такие данные следуют из материалов мониторинга Института Уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав потребителей Бориса Титова. Исследование было проведено в конце мая. И, собственно, были опрошены владельцы 6 тысяч компаний из 85 регионов. И самая значимая проблема, которую обозначили бизнесмены, это спад спроса. Об этом заявили 62% респондентов. Далее следует дефицит оборотных средств и кассовые разрывы. С этим столкнулось 40% бизнесменов. Ну и, собственно, сложности доставки по импорту. Об этом сказали 26% респондентов. А действия правительства России в условиях санкций оценивают как спокойные и эффективные чуть больше трети бизнесменов. Если конкретно быть, то 35%. 56% считают их недостаточными, действия правительства. А еще 9% бизнесменов заявили, что власти своими действиями только осложняют ситуацию. Ну, скажу, что статистика не такая уж и печальная. В общем и целом, действительно, есть проблемы с спросом. Спрос действительно упал. Это отмечают многие участники рынка. Многие бизнесмены. Мы это и сами наблюдаем. То есть, у нас сейчас пересматривается, собственно, наше потребительское поведение. Мы это сами наверняка чувствуем. Ну и, собственно, даже вот по... Не так давно я у себя в телеграм-канале выкладывал статистику, которую приводил Тинькофф. О том, что за год индекс потребительской активности в России упал на 9%. А в крупных городах, в Москве, в Санкт-Петербурге, соответственно, в областях Московской и Ленинградской падение состояло до 24% за один год. Так что, друзья мои, в экономике тоже все не так сладко. Но, как говорится, денег нет. Но мы держимся, да, и бизнес старается адаптироваться. На этой прекрасной ноте я предлагаю завершить сегодняшнее видео. Поставьте лайк, напишите комментарий. Ну и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые видеоролики. Всем пока-пока.